Я думал, не надо объяснять, из какой мы страны, да? Вы говорите по-русски? Короче, я не прикалываюсь, но в каждом из этих чанов все чисто в водяра. Как мне объяснил наш гид, это финансовый центр Шанхая. Тоже город не маленький, кстати, уху. Телебашня-то где? А, вон она. Вот он, Шанхай. Приехали в ресторан. Раз, два, три. Она стоит 39 еваней, чтобы мы знали. Вообще в Шанхае, по-моему, где-то шесть заводов Шнайдер Электрик. Я был на подобного рода заводах в России. В общем, сейчас будем ехать в лабораторию. Время 5 утра. Пермский аэропорт. Не поверите, куда лечу. В Китай. В общем, из Перми я долетел до московского аэропорта Шереметьево 2. Там я встретился с другими блогерами. Также встретился с представителями Шнайдера, с Ольгой и с Анастасией. Далее я их буду называть воспитательницы. После трехчасового ожидания мы пошли в самолет, в котором нас ожидал 10-часовый перелет. Александр Вяткин, все в сборе. В общем, сейчас надо зарегистрироваться. Извините, нет фотографий. Прилетели мы очень поздно. Сразу поехали заселяться в отель, потому что уже ехать куда-то было не вариант, чтобы на следующий день проснуться и поехать в другой город на один из заводов Шнайдера. Все, утро. Просто офигенная погода. И не жарко, и не холодно. Плюс 20, наверное, 25 градусов. Короче, вся команда в сборе. Все, идем. На завод едем. Ранным утром мы отправились на железнодорожный вокзал для того, чтобы отправиться в город Уху на скоростном поезде. Поезд мне, конечно, очень понравился. Жаль, к Wi-Fi у меня подключиться так и не получилось. Вообще, тема интернета в Китае это отдельная история. Во-первых, у них заблокированы практически все наши мессенджеры. У них заблокированы наши поисковики. В общем, ничего не работает. Конечно, можно скачать какие-то отдельные приложухи, чтобы все это работало. Но даже если их скачаешь, все равно все как-то лагает и все как-то не так. Все, поехали. Я в отеле так не подключился. Я набирал имя и фамилию. А имя не наоборот, фамилию. После того, как мы приехали в город Уху, у нас было время немножко погулять по городу. Естественно, по дороге блогеры-электрики оценивали состояние местных энергетических систем. В общем, кто о чем, а вшивая баня. О, нифига. Какую стяжек мертв. Запасы? Нихеряешь. Запасы. Вон там же. Старочить города. Там то же самое. Там все провода блин, они обрезаны, просто пусками висят. Кола-кола. Что-то странное угодить. Если честно, больше всего в Китае мне вообще понравилась погода. Особенно учитывая тот факт, что из Перми я уезжал под снег с дождем. Зашли в один из парков. О, какая прикольная погода. Просто вообще. Здесь, наверное, и зимы-то толком нет. Минус четыре, говорит, это уже зима. Минус четыре. Минус четыре. Это типа уже как бы пик, это уже в школу не ходит. Островок такой прикольный. Город Уху. Такой вот тут центральный парк. Что, бабахнуть меня хочешь? Прогуливаясь по этому замечательному городу, по его паркам, скверам, мы, конечно же, не могли оставить без внимания его местные достопримечательности. Жесткий. Спроси, на что ловить. Во время прогулки гид нам посоветовал походить по магазинам, потому что цены тут более-менее адекватные, он сказал, в отличие от того же самого Шанхая, в котором они будут значительно выше. Ну, мы, собственно говоря, так и сделали. Ну все, воспитатели нас отпустили. Погулять немного. В 5 часов собираемся там, а пока что, не знаю, 2 часа будем шопиться, ходить по торговым центрам, примерять платишки. Блин, Саня, нам так жалко, что мы не снимали, когда ты показывал, какая тебе нужна своя фипалка. Это было что-то с чем-то. Я показывал, какая у меня шопится. В общем, ходим, шопимся, ищу детям подарок, жене подарок. Купил только себе шорты пока что. Это типа такая центральная улица у них тут, в этом городе. Тут все магазины расположены. Ну, на самом деле, я не скажу, что какие-то цены интересные. Так только, если где-то распродажа какая-то, а так цены примерно, как у нас. Никакой разницы я не вижу. Мне Друган говорил, о, там так все дешево, там на 10 тысяч ты оденешь, с головы до ног семью оденешь, бабушку, дедушку. Не, ни хрена, ничего подобного. Цены примерно такие же, как у нас. Кроссовки также 5-6 рублей стоят. В общем, прокатались сегодня целый день. Заселились опять в отель уже в городе Уху. Завтра уже поедем на завод Шнайдера. Сегодня уже не успели мы ничего. Вон уже вечер. По магазину даже толком пробежаться не успели. Пока что только шорты купил себе. Тоже город не маленький, кстати, Уху. Ну, для Китая маленький. Маленький это 3,5 миллиона населения. В общем, утро. Вчера, блин, все классно посидели. Был вечер поэзии, все культурно. Сегодня все как огурчики. Играли на рояле. Да, да, да. Я был с моноклим. Главное, все без милиции обошлось, без драг. Да. Я пойду попью с фонтаном. Оля что-то недовольна очень, я похож, понимаю. По-моему, Оля просто сама немного устала. Потом мы поехали на завод. Про него я рассказывать особо ничего не буду в этом видео, поскольку ему было посвящено мое прошлое видео, которое уже есть на моем YouTube-канале. На самом деле на предприятии очень много людей. Оно просто огромное. Я был на подобного рода заводах в России. Ну, по крайней мере, те, на которых я был, там далеко не все так чисто и красиво. Там всегда либо жара, либо холод, либо духота. Но тут на заводе просто очень комфортная температура. Буквально я скажу даже такое ощущение, как будто я нахожусь где-то на море просто в идеальную погоду. Я не знаю, как они это сделали. Но я по другому мнению о предприятиях, не более в Китае. Тут просто как будто вот постоянно свежий морской бриз на меня дует. Вообще очень прикольно. После завода мы приехали обратно в город. Вся наша группа изъявила желание погулять по набережной. Ну, а мы с Ильей захотели прогуляться еще по городу, из которого уже сегодня мы должны уехать. Прошвырнуться по магазинам, посмотреть местное население и так далее. Знаешь, такая запись. Короче, мы попали просто в район, с которого нет выхода. За мной нам бекунницы четыре китайца. Они кидали у нас уже помидорами. Кажется, они сейчас примутся за оружие. Не, ну смотри, тут на самом деле уже такой райончик начинается. Ну, знаешь, мне такое Китай нравится больше, чем Шанхай. Вот Шанхай, это как бы... Мы в Шанхае особо-то тоже не говорим. Ну да, надо еще погулять по Шанхае. Но вот так, когда мы ездили, по крайней мере, на машине, как обычный, знаешь, такой вот мегаполис, как Москва, по факту. Вот, особо вот. А это уже как-то вот реально что-то уже другое. Да, я уверен, в Шанхай тоже такие достойности. Да, наверное. Ну, просто тут даже едешь, когда по улице, то как-то уже чувствуется прямо, что ты в другой стране 100%. Мы решили напоследок подольше погулять по этому прекрасному городу, поскольку уже через несколько часов нам нужно снова ехать на ЖД-вокзал, садиться на скоростной поезд и ехать обратно в Шанхай. А на следующий день мы опять поедем по заводам Шнайдера. Приехали на еще один завод, где делают новинку узкие дифы от серии EZ-9. Вот нам дали такие браслеты зачем-то. Так я не понял, зачем. Только что зашли на территорию. Сейчас будем смотреть, что тут у них есть интересного. Дали наушники. Чувствую себя Джеймсом Бондом. Когда мы пойдем на фабрику, снимать нельзя. Да, вообще. Он даже выглядит покруче. В общем, снимать нам не разрешили. Сейчас мы едем в лабораторию. Там, наверное, тоже не разрешат. В общем, получится контент огонь. В общем, сейчас будем ехать в лабораторию. Сейчас у нас там группа куриц. Потом грузимся в автобус и сжогаем. Это один из заводов тоже Шнайдер Электрик. Тут в основном делают узкие дифы вот эти вот, которые новинка. Релюшки напряжения тут делают. Вообще в Шанхае, по-моему, в районе Шанхая точнее, где-то 6 заводов Шнайдер Электрик. Вообще за 5 дней, приведенных в Китае, мы побывали на 7 объектах, принадлежащих Шнайдер Электрик. И снимать нам разрешили только на одном заводе и на одной лаборатории. Так что полноценно. На остальных объектах нам в съемке либо полностью, либо частично отказали по причине коммерческой тайны, как я понял. Зато вечером, когда мы отправлялись куда-нибудь покушать, в съемке нам никто не отказывал. Приехали в ресторан. В общем, это такой ресторан, где люди готовят сами, как мне объяснили. И будет стоять какая-то хрень, в которой мы будем варить продукты. Порш. Порш. Ругас. А как их одевать? На рукавнике, вот, по-моему. Вот это три. А это... Вот это мы будем варить? Это мы будем так есть и варить. Я не очень понял, честно. Ну вот, что-то не то в этих фруктах всех. Да. По вкусу как будто трава-сорняк какой-то. Драгонфрукт. А, это сырой прямо бекон, да? Нам надо это сейчас варить. Сейчас будем брать соусы. А где майонез с чесноком? Чеснок тарус. А вот это что такое? Это соус с морепродукта. Вы говорите по-русски? Ничего себе. Я не послышала, да? А, пока хватит. В общем, нам все принесли. Мы набрали соусы всяких разных. Нам повезло. Там какая-то китаянка знает русский. Я так понял, она случайно нас в ресторане увидела. И жареные креветки. Если честно, выглядят вот так. Смотри. Мясо. Ну, именно в воде. Это для себя. Ого! Секунды где-то... Ну, сейчас еще не очень кипятком, да? Секунды где-то 30, в принципе. Просто где нет соуса, соус надо... Так вот и дам тебе соус. Соус надо так добавить. А зачем черная ряда? Это два разных бульонок, типа. Это помидорные. Разный будет вкус? Так. То есть я могу макать сюда и сюда? Да, сейчас хочу делать. Ага. И до остреньких. Ладно, пробую. Баранин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать... О, я потерял ее! вылавливать то, что потеряли. Короче, я не буду ждать долго. Ммм, вкусно и так. Она сама как соусом? Да. Можешь снять? Я хочу этот процесс напечатлеть. Опа, вылавил соус, да? Соус остренький у тебя. Остренький? Значит, девушка все-таки плохо говорит по-русски. Очень вкусно. Ммм, острое, на самом деле. А пиво еще где? Еще есть? О, спасибо, спасибо. О, оно нефильтрованное, да? Ну так что? Не, не надо стакан. Крутые пицаны без стакана. Нефильтрованное, сейчас заценим, китайское пиво. У них тут вообще очень много своих стреколюк, но единственное, что у них все пиво очень слабое, там буквально 3, максимум 4 градуса. А еще пиво будет? А это как? Я не знаю. Хорошее, нефильтрованное пиво. Прям вообще хорошее. Шикарно вообще. Я кину сразу пару креветок, чтобы потом просто все... И я еще кину в черную. В общем, тут даже не острые соусы, на самом деле острые. А острые, это просто вообще жесть какая-то, поэтому... Я вот не люблю острые, но типа это есть. Сейчас пробую баранину. Это только? А, это баранину. Ну так, вкусно, а без соуса. Да без соуса тоже вкусно. Сам по себе этот компот, которым он варится, уже вкусный имеет. Они тем более разные. Вон, хочешь такой? Хочешь такой? Будет разный вкус у мяса. Мясо очень тонкое, сваривается буквально секунд за 30. До 30 считаешь и все. Нас-то заколебало, поэтому мы просто туда все мясо вывалили, и оно варится, и мы оттуда его берем и едим. Нам так готовят лапшу, чтобы вы знали. А в чем суть ее приготовления? Чтобы тебе красиво было и приятно. Весь мусор с воздуха собрать. Я думал, сила трения, воздух. Для аромата. Пивас не застепи только. Пивас не застепи только. Охренеть. Пивас не застепи только. Он еще не заканчивается. Уоу! Он очень вкусный! Пивас не застепи. Ухренеть. Пивас не застепи. Пивас не застепи. Я люблю что-то на этой надписи, не знаю что. А вы случайно не перепутали ничего? Только какая-нибудь девочка осталась без подарка из-за нас. Лев, Лев, а ты спроси, а что за дела-то? Международный маркетинг, ничего более. В чем дело-то, Лев? Да, да, да. Я пытаюсь, у нас кто-то сегодня теломбгене. Торт туристы, гады. Торт переможия для нас, да. Короче, белые туристы в инстаграм, все это хорошо. Я сидел, спроси. Я думал, что это мои туристы, я сам не знаю, я не говорю никого. Она ничего не подарили, получается? Да. На туре. Это жестко. Ой, ну что там? Короче, это просто, мы типа белые туристы. И это круто. Они для инстаграма сделали себе какую-то фотку и подарили нам вот эту дичь. Вот я говорю. Да было по-другому. Я думал, там торт какой-то. Я бы торт, конечно, все равно не ел, но все равно было бы прикольно. Короче, поели. Просто нереально все вкусно. Ну, по крайней мере, мне понравилось. Том понравилось? Да. Нет? Не понравилось? Том-то и фишка, что процедура это тоже важно. В общем, сейчас, не знаю, пешком пойдем до гостиницы и можешь что-нибудь поснимаю и какие-нибудь подарки даже попокупаю. Идем за сувенирами. Блядь. Ой, ничего, я не знаю. Идем за сувенирами. Блядь. А мне кажется, что я красавчик. У тебя будет короче. Идем за сувенирами. Место называется Старый город. Старый город. Тут продаются сувениры. Прикольно, что по Китаю можно ходить, пить пиво и за это ничего не будет. Хотя, может, и не прикольно. Я рад, что у нас в стране запретили. Да, вон, смотри, двухэтажный автобус. Двухэтажный автобус. Кабриолет. Гид нам так много рассказывал про этот старый город. Говорил, что тут столько сувениров, столько всего. Я думал, ну блин, тут я точно куплю подарки всем друзьям и всей семье. И вы все будут довольны. Но куда я тогда пришел, если честно, я немного офигел. Тут был тот же самый китайский шерпотреб, но еще и по такой сумасшедшей цене, что просто покупать его не было смысла. Тут какая-то дича нависит. Ой, ебать, оно стоит. Сейчас Димон вам покажет изобретение, которое можно купить только в Китае. Только во всяких уголках Азии. Да зачем ты еще одно разломываешь там? Ну ей показать. Ну ты сейчас сгоришь, пока нести все это будешь. Думаешь? Она много разовая? Да, много разовая. По идее она должна остынуть через 3 часа, и потом ты опять взламываешь. Жалко, что видео не передает ту теплоту, которая передает эта грелка. Мы ее щелкнули, она еще раз разогрелась. Она стоит 39 юаней, чтобы мы знали. Маленькая работа, 400 рублей. Эдлит большая. Очень классная покупка. Полная херня. Водка из нас на включай. Фруктов и цветов. На здоровье. Красная жара. О, как прикольно бахнет. Ой, красненькая, вкусная. Да. Где она у вас? Вот это? Флауэр пич. А 52 сколько стоит? 52 сколько стоит? How much 52% of this? How much? It's all 98. It's all 98. We 5-3 get one straight. 9... 98. А, 98 за 500 миллилитров. 98. Так, 98. 1 бот. Так это обычная водка, да? Ну, с таким, с привкусом. С каким? Ну, интересно, попробуй. Красивый. А можно такую попробовать? Попробуй. А, ты больше. Тест, тест. А, это здесь? Да, это белая. Чувствуешь, она уже посильнее. У тебя 2%? We have the outmantles. This black flour is also 52. Прости, она продать где за сколько лет? Can we buy two bottles for 150? 150. Two bottles? 150. Two bottles? 150. A few, five, two with three, one. We want two bottles. Just two? Just two. Two bottles. One and two. What? 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 We want... Two? Three. А за сколько тогда? Я одну беру. Ты даже... Нет, я... Сколько? Вот ты две берешь. Да. Ты одну берешь. По 98 это 300, тогда типа за 250, да, давай? В общем, мы решили закупиться еще водкой. Я думаю, не надо объяснять, из какой мы страны, да? What? We are from Russia. Ah, yes. Нормально. Это столько водяры. Это столько водяры. Это просто чат. Нет, я такого в жизни не знаю. Короче, я не прикалываюсь, но в каждом из этих чанов все чисто водяра. Саня, ну хорошо, что ты вот именно не на этот ларек ночью напоролся. Я бы еще неделю, неделю бы нахину. Я возьму с они долларом. А что ты такой скромный пищевый? В общем, все, мы затарились. Это единственное, что можно было тут купить путевое. Она очень вкусная на самом деле. Вот я сам крепкие напитки не пью, но друзьям подарю. Hello. У нас кетель. Ой, нет, нет. Мы натуралы. Вот она, телебашня, знаменитая шанхайская. Не знаю, может, на нее мы попадем, не попадем. Вроде говорили, что-то будем. А мы здесь пройдем. Как мне объяснил наш гид, это финансовый центр Шанхая. Через 25 минут тут выключат электричество. Дело в том, что тут небольшие проблемы, я так понял, с электричеством, поэтому его экономят. И ночью все это дело выключают. То ли в 10, то ли в 11 часов. Это галерея, да, сказали? Да, мировой архитектуры. Галерея мировой архитектуры. Я, кстати, вообще заметил, что у вас весь Шанхай в реках. Какие-то каналы, везде-везде-везде речки. Вода очень много, канал очень много, да. Это специально, чтобы корабли, грузы всякие разрезали? Да, да, да. Но это не все ручные галереи, это все переречка. А, были речки, да? Да, переречка. У нас только трапный один, называется Китайский Великий Канал. От Пекин до еще южный город Ханчжоу. Огорода ухо тысяч километров. Это ручная галерея. А что, когда выключат? Сейчас уже скоро. Я хотел, чтобы прямо на кадр попало. Бам! Я тоже жду такого вшуха, но, скорее всего, вот их же столько вот это. А-а-а. Вот это? Слушай, это что? Это страшное, это и есть при сутке? Нет, нет, нет. Сейчас не уже как-то подбегать предлагаю. Блядь, пиздец. А, слушай, а вот женщина, которая знала русский, подошла к нам в этом, в ресторане. В ресторане. Она откуда? Просто случайно нас увидела, что мы по русски разговариваем? Кто-то мне сказал, что да. Ну, да. Вот первый день, там надо. Вот второй, на русском. Да, вот Туре. Электрики во всех странах ориентируются по трансформации. На Туре два транса рядом. В бязнике-то. Мы выбрали, что зеленка и неплохой. А сигареты ты тут брал? Сигареты? А здесь небольшой выбор совсем. Вон они, вон там. Что-то покупалось здесь, из этих нет. В подарок, чтобы. А, в подарок я купил те, которые самые хорошие. Здесь нет таких. Нет таких, да? С лотосом. А где они есть? Блин, мы там видели на весной рубли. Ничего особо. Хотя мы, конечно, прошли два квартала. А, вон тут. Вон что особо. Блядь, страшный пиздец. В России что стоит сейчас? Почем будет? Не знаю. Мы вчера что-то накосячили. Восемь раз. В два раза лучше покурить, восемь раз проституткой предлагают секс. Ну я еще... Не, 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 это только интересный. Не, у меня-то водка есть. Руссо туристов, облика морали. В общем, лаборатория. Ладно, хоть удали что-то поснимать. В прошлый раз, вчера мы были в лаборатории, там вообще не разрешили снимать. Ну это лаборатория на данный момент. Здесь можно снимать все. Сейчас вы видели, как тестируются отдельные экземпляры оборудования. Здесь мы больше показываем то, как мы тестируем всю систему облачного типа, которая управляет этим оборудованием на высоком уровне. Вот такая вот кафешка в лаборатории. Это у них типа столовая местная. Очень неплохо для столовой. Ну в общем, это наша последняя, скорее всего, последняя поездка на какое-то предприятие от Шнайдера. Дальше мы уже пойдем там на телебашню, что-то еще. Кстати, очень интересно, что примерно одинаковые зарплаты в России и в Китае. Причем это, ну вот тут мы переводили деньги. В среднем рабочие получают в районе 40 тысяч на заводе. Но это лаборатория, тут мы, правда, не спрашивали. Кстати, в основном работает одна молодежь. И что интересно, что у нас-то примерно те же самые цифры. И тут Шанхай. Цены тут немаленькие вообще. Мне кажется, где-нибудь в Москве даже больше зарплаты. Так что я не скажу, что тут уровень жизни какой-то мега высокий. Кстати, сейчас тут не видно, но мотороллеры, почти все ездят на работу на мотороллерах. Машины тут большая роскошь. Дело даже не в цене машины, а в том, чтобы купить к ней номер. Нам сказал гид, что это стоит около миллиона рублей. То есть около миллиона рублей вам надо только заплатить за номер. Поэтому тут стремных машин нет. Потому что бред покупать себе какую-то стремную машину, там скажем, за 500 тысяч или за 400. И при этом номер к ней за миллион. Но зато номер у вас остается раз и навсегда. Он как привязывается к человеку, а не к машине. Вот такой интересный факт на Шанхая. Не знаю, это всего Китая касается или Шанхая. Кстати, благодаря этому в Шанхае нет особых пробок. Я таких прямо километровых пробок тут не заметил. Есть, конечно, небольшие. Но учитывая то, что тут живет 20 миллионов или 25 миллионов, пробки тут даже и близко не такие, как в Москве той же самой. Прикольно, разве ясно? Идем в храм Нефритового Абодды. На дорогах тут надо быть аккуратнее, потому что идем на мопедах вообще похер на вас. Вы будьте со мной вместе. Но если вы свои желания есть, мы от волшебной музыки в городе... На самом деле ничего прямо суперинтересного тут нету. Учитывая то, что нам сказал сам гид только в одном Китае, 20 видов буддизма. Я, если честно, не горю желанием вникать в один из них. Потому что остальные тут точно времени изучать не будут. Кто-то впечатляет. Вообще для меня символ Азии, это вот такие везде вот запасики на столбах. Вышли из автобуса, сейчас будем направляться в телебашню. Какой? Телебашня-то где? А, вот она. Так, вот мы на территории башни. Просто жесткая очередь. Пустили без очереди, теперь мы идем по каким-то лабиринтам. Сейчас нас будут досматривать. Зажигалки с собой нельзя, надо их выкладывать тут. И судя по количеству зажигалок, обратно ты ее уже не заберешь. Так я и не понял, зачем эти лабиринты, но это прикольно. Все, прошли. Полицейский на гироскутере. Очередь все равно огромная тут. Что-то на лифте подняться. О, вышли. Очень быстро поднялся. Как нам объяснили, это не самый высокий шар. Самый высокий, он очень маленький. Там на пару человек. А между ними еще и шар гостиницы. То есть, в принципе, есть еще шар кинотеатра, что-то еще. Где-то кинотеатр есть всякая фигня. Как, короче, это как я все понял на скорую руку. Ну что, смотрим на Шанхай. Вау. Вот это грунт. Крутая башня, но мне кажется, это надо видеть вживую. Видно весь город практически. Вот он, Шанхай. Ну, на самом деле, кольцо тут небольшое. Можно все пройти за пять минут. А вот сейчас смог немного заметен. Стеклянный пол. Мы спустились чуть ниже. Это жест. Реально страшно. Страшно. Страшно, пиздец. Хочется на это встать. Страшно, что пол провалится и ты так в пол. Тут внизу у башни что-то типа торгового центра. Это была последняя ночь, которую мы провели в Китае. Мы еще немного походили по магазинам, затем отправились кушать. И на следующее утро нам уже надо было ехать в аэропорт. В общем, это последняя наша остановка сегодня. Это ресторан самообслуживания, шведский стол. Здесь мы хаваем, едем в гостиницу, спим и все. Завтра у нас самолет. На самом деле, Шанхай просто очень огромный. И, блин, всего показать просто никак не получится. Сколько хочешь, вина бери. Сколько хочешь, пила наливай. Я чувствую, что завтра у нас кто-то точно на самолет не уйдет. Потому что в прошлый раз, когда такое было, это ничем хорошим не закончилось. Ну все, кушаем. Завтра снова гречневую кашу, поэтому набираем по полной. В общем, все. Я в солнечной Перми. Прилетел домой в 3 часа ночи. Сам перелет занял где-то, ну, часов, наверное, 16 со всеми пересадками. Со всем, может, даже 17. В общем, на самом деле, очень тяжелый перелет был. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что я не могу спать в самолетах. Ну, вот такая тут погода. Ладно, хоть не снег. Хотя уже конец октября. Последние числа. 27 число. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего доброго. Заходите в мой инстаграм. Ссылка будет в описании. До свидания.